Николай Носов. Заплатка. У Бобки были замечательные штаны. Зелёные. Вернее сказать, защитного цвета. Бобка их очень любил и всегда хвастался. Смотрите, ребята, какие у меня штаны! Солдатские! Все ребята, конечно, завидовали. Ни у кого больше таких зелёных штанов не было. Однажды Бобка полез через забор, зацепился за гвоздь и порвал эти замечательные штаны. От досады он чуть не заплакал, пошёл поскорее домой и стал просить маму зашить. Мама рассердилась. Ты будешь по заборам лазить, штаны рвать, а я зашивать должна? Я больше не буду, зашей, мама! Сам зашей. Так я же ведь не умею! Сумел порвать, сумей и зашить. Ну, я так буду ходить, проворчал Бобка и пошёл во двор. Ребята увидели, что у него на штанах дырка и стали смеяться. Какой же ты, солдат, говорят, если у тебя штаны порваны? А Бобка оправдывается. Я просил маму зашить, а она не хочет. Разве солдатам мамы штаны зашивают, говорят ребята? Солдат сам должен уметь всё делать. И заплатку поставить, и пуговицу пришить. Бобке стало стыдно. Пошёл он домой, попросил у мамы иголку, нитку и лоскуток зелёной материи. Из материи он вырезал заплатку величиной с огурец и начал пришивать её к штанам. Дело это было нелёгкое. К тому же Бобка очень спешил и колол себе пальцы иголкой. Чего ты колешься? Ах ты противная! Говорил Бобка иголки и старался схватить её за самый кончик, так, чтоб не уколоться. Наконец заплатка была пришита. Она торчала на штанах, словно сушёный гриб. А материя вокруг сморщилась так, что одна штанина даже стала короче. «Ну куда же это годится?» ворчал Бобка, разглядывая штаны. «Ещё хуже, чем было! Придётся всё наново переделывать!» Он взял ножик и отпорол заплатку. Потом расправил её. Опять приложил к штанам. Хорошенько обвёл вокруг заплатки чернильным карандашом и стал пришивать её снова. Теперь он шил не спеша, аккуратно. И всё время следил, чтоб заплатка не вылезала за черту. Он долго возился, сопел и кряхтел. Зато, когда всё сделал, на заплатку было любо взглянуть. Она была пришита ровно, гладко и так крепко, что не отодрайте зубами. Наконец Бобка надел штаны и вышел во двор. Ребята окружили его. «Вот молодец!» говорили они. «А заплатка, смотрите, карандашом обведена. Сразу видно, что сам пришивал». А Бобка вертелся во все стороны, чтоб всем было видно, и говорил. «Эх, мне бы ещё пуговицы научиться пришивать!» Да жаль, ни одна не оторвалась. «Ну ничего, когда-нибудь оторвётся. Обязательно сам пришью». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!